добрый день дорогие друзья добрый день уважаемые радиослушатели интернет-портала радиоцентра сангейтс наши координаты 8 4 7 2 2 6 9 9 5 6 телефон прямого эфира 2 2 4 7 9 5 7 7 9 6 вопросы также можно задавать по skype сангейтс 1 08 и сегодня у нас вторник 29 сентября а это означает что в это время мы выходим в эфир и мой собеседник независимый корреспондент из нью-йорка главный редактор интернет-портала центра сангейтс ярослав беклемишев ярослав здравствуйте добрый да ну и по вторникам у нас тема очень серьезная эта тема целительства как то мы ее а вот как обозначили несколько недель тому назад вот так до сих пор мы ее и продолжаем поскольку и вопросов много и люди звонят и задают вопросы через наш кстати портал сангейтс radio.com сангейтс radio.com там можно задавать вопросы там есть блок с секция ну и вот по любым скажем по любым темам кстати все темы они и все программы они у нас записываются они выставляются в архив выставляется в архив и в архиве они после этого ну и во время этого они идут так сказать на ютюбе а потом на фейсбук и и поэтому в общем то там все это тоже можно увидеть и услышать ну давайте мы тогда пожалуй начнем ярослав вам слово мы помните да на чем мы остановились да совершенно верно я помню на чем мы остановились и более того я хочу сказать что мы слегка задели эту тему в наших предыдущих программах но тем не менее наверное стоит к этому прийти сегодня и более конкретно об этой теме поговорить вот начну я как ни странно с федора михайловича достоевского которого сегодня которого ну наверное в свое время любили потом очень не любили потом снова любили и теперь снова не любят то есть вот это наверное идеальный путь литератора когда тебя то любит то не любит то приглашают тебя в компанию классиков то выкидывают из компании классиков вот но тем не менее я говорю не обо всем достоевском сегодня потому что тоже на самом деле спорный вопрос если когда-нибудь нам придется говорить о литературе мы еще поговорим о ней в этих программах вот что тоже интересно кстати кстати так отвлекаясь на секунду михаил как вы относитесь к энергетике литературы энергетика литература вот над этой энергетикой я как раз как-то не задумывался но полагаю так что слово это большая большая вещь и в литературе не только в литературе но в литературе в частности и очень так скажем завидую белой завистью поскольку сам тоже там кропаю не при лучиных и не при свечах но тем не менее вот электронно кропаю или гусиным пером да да электронно но есть люди которым читаешь и просто зачитываешься вот как в детстве я зачитывался фантастикой так и сейчас в общем то тоже да но вы имеете ввиду конкретную я имею совершенно конкретный образ который возник у федора михаиловича достоевского это образ старца зосимы или зосимы если уж по-славянски говорить вот почему то произносит себя с ударением на о но это такое такое такая западная скажем традиция произносить с ударением на о вообще он конечно старин зосима вот и как духовный наставник алексея карамазова он впервые появляется на страницах у достоевского ну буквально на первых то есть братьях карамазовых это там где-то вот когда братья собрались и поехали к старцу зосиме так немножко поговорить о том что им делать с наследством ну и прочее и прочее но это не важно совершенно самое главное наверное в этой ситуации это описание старца зосимы по той простой причине что достоевский не воспринимает его даже на уровне как бы традиционной православной церкви потому что достоевский дает совершенно четкое определение которое почему-то забыто с годами на сегодняшний день вот но тем не не менее оно есть и оно будет навсегда достоевский суд четко говорит что эти люди когда-то были на востоке потом вот это вот старчество перенеслось в православие православие восприняло старчество и с этого момента начали появляться православные старцы православные верующие которые отрешаются от всего мира которые уходят куда-то и обладают совершенно определенной энергией про энергию достоевского кстати говоря ничего нет Но, тем не менее, там есть такой намек, что они лечили. Вот это вот довольно интересная вещь. То есть человек, который уходит от общества, человек, который обладает определенным, ну не знаю, определенным количеством, веру нельзя измерять количеством, конечно, но определенным запасом веры, скажем так, ушедший от людей, он начинает обладать определенным количеством целительства. То есть возможностями теми, которые не даны другим людям. И не потому, что он медик, не потому, что он как бы такой специальный технолог того, что происходило. Мы, кстати, говорили в одной из программ о том, что медицина современно начиналась с того же парацельца и с тех же алхимиков, которые начали составлять некие смеси, которые лечили людей. Кстати говоря, все это выросло на фоне чумы в Европе. Но, тем не менее, вот эта вот идея, она как бы, видимо, проникала в мозги русских литераторов и в большей степени проникла в мозги Достоевского. Потому что иначе, ну, никто, в принципе, я, на самом деле, когда я нарвался на эту мысль, я отследил половину русской литературы, всю ее невозможно отследить, но, по крайней мере, процентов 50 я прошел. И никто, кроме Достоевского, не сказал, что вот это пришло с Востока, что православные, как бы, старцы, православные целители, православные лечители душ и тел, они были воспитаны теми идеями, которые были заложены задолго до них. Вот это, наверное, один из довольно-таки важных материалов, который есть смысл. На эту тему, в принципе, можно писать диссертацию, если бы она кому-нибудь была бы нужна. Ну, вообще, я хотел бы сказать так, что это сегодня есть такое понятие «Восток и Запад». В общем-то, раньше понятия такого не было. Если были ведические цари, они были цари, как у нас было в Сея Руси, они были цари в Сея Земли. То есть, не было понятия, вообще, там есть целая интересная история, не помню, если я рассказывал, когда 5000 лет назад был ведический царь, у него было пятеро сыновей, и эти ведические сыновья, можно сказать так, они начали есть мясо. Ну, то есть, уже изменилось, началась Калиюга, и вот люди стали есть, скажем, мясо. До того они ели, скажем, Сатиюгу. И вот царь дико разгневался, когда узнал, и он сказал, все, ребята, значит, я вас, так сказать, выселяю из своего царства и государства, вот вы идите туда по другую сторону Гималаев. Вот, значит, Гималаи, как бы, они разделяли две стороны, и вот они ушли туда вместе со всеми подданными. Ну, и вот потом, ну, вот как бы, ну, такая, опять же, притча, не притча, какая-то такая гипотеза о том, что такое Запад, что такое Восток, как это возникло. А раньше такого не было, на самом деле, и если эти старцы, которые, и Серафим Саровки, кстати, и все остальные, те, которые целители, самые настоящие, ну, можно предположить, что они предки, потомки вот тех древних цивилизаций, которые когда-то расселились в разных частях планеты, и в том числе попали на территорию, вот, где сегодня находится Россия, там, бывший Советский Союз, я знаю. Ну, да. Я просто хочу сказать, что, на самом деле, если мы говорим о ведических знаниях, то все-таки это, как бы, называется, по-моему, сейчас вспомню, а шрути, услышанное, да? Да, есть такое, есть такое санкритское слово, шрути, да, совершенно верно. Да, да, вот об этом я ищу. То есть, это услышанное. В принципе, на сегодняшний день, если мы говорим о том же Серафиме Саровском и говорим о старцах, я уже отвлекаюсь от Достоевского. То есть, на самом деле, все это шрути. Это то, что мы услышали. И то, что было записано с услышанного. Вот в этом, в принципе, на самом деле, суть всех ведов и, как бы, и все понятие того, что мы на сегодняшний день воспринимаем. Но если мы говорим уже о тех же старцах, вот, причем, есть и положительные, и отрицательные реакции. Вот, самый знаменитый старец был кто? Товарищ или господин Распутин, насколько я понимаю, да? Ну, мистический старец, да. Хотя он и старцем не был. Но вот совершенно поразительная ситуация. 1916 год, декабрь. Вот. До Распутина в царской семье был такой попюс. Он потом уехал во Францию, когда Распутин его окончательно и полностью заместил, как бы, для мистификации царской семьи. Вот. Но, тем не менее, Распутин обладал неким странным даром, потому что мальчика, наследника Алексея, он все-таки умел излечивать. И это абсолютно, ну, правильная, неправильная, я не знаю, вещь. Вот. Но, тем не менее, только при Григории Распутине Алексей, как бы, обладающий совершенно невероятным пороком гемофилии, что, в принципе, является царской болезнью. Вот. Тем не менее, при его гемофилии Распутин мог успокоить кровь, как это тогда называлось. То есть, если у наследника Алексея кровь не сворачивалась, то, когда при присутствии Григория Распутина эта кровь все-таки сворачивалась, кровотечение останавливалось. Вот. И человек, мальчик, дальше жил, пока его не расстреляли большевики. То есть, при Григории Распутине это все нормально проходило, да. А потом вмешались большевики и пошло, да. Кстати, если говорить о Папюсе, Анри Папюс, то он является один из людей, которые выпустили карты, свои карты Таро, колода Таро, колода Папюса. И, собственно говоря, Таро – это тема, очень интересная тема. Мы об этом будем говорить в других наших программах, поскольку ей надо посвятить и не одну, наверное, программу. Там зашифрованы очень интересные вещи и чуть ли не история создания вообще-то всей цивилизации. И те, кто будет, расшифрует это, ну, как бы будет властелина мира. Вот я хочу сказать о том, что у нас будет программа очень интересная. В пятницу, кстати, у нас будет программа с человеком. Она проживает в России, в Москве. И эта женщина, она у нас уже была в эфире. И мы немного поговорим о Таро, но в основном тема будет руны. И вот это тоже очень интересные вещи. Ну, я, так сказать, покасательно прошел по поводу Папюса, которого вы упомянули. Ну да. Да. Но если возвратиться к теме, которую мы начали, так мы сейчас поговорим о Распутине или... Понимаете, мы на самом деле от этой темы не отходили. По одной простой причине. Потому что и Анрей Папюс, и Распутин оба умерли в декабре 1916 года. И Анрей Папюс, и Григорий Распутин предупреждали царскую семью Романовых, что с их смертью наступит конец семьи Романовых. Это уж так, в историю так немножко. Оба скончались. Ну, один скончался сам по себе. Я имею в виду Анрия Папюса, а второго убили. Но, тем не менее, это декабрь 1916 года, когда одновременно два пророка царской семьи ушли из жизни. И, как вы знаете, что произошло в марте 1917 года, как бы по всем пророчествам это произошло. Почему я говорю о целительстве? Потому что мы начали с наследника семьи Романовых. И что и Анрей Папюс, и Григорий Распутин, они каким-то образом могли все-таки останавливать. Останавливаться нет, но, тем не менее, вот лейкемия, которая была у наследника Алексея, каким-то образом совершенно, не знаю, магическим, немагическим. Но, тем не менее, вот это были два человека, которые могли останавливать кровотечение. То есть, наверное, вот этой энергетики хватало до такой степени, когда тот же Григорий Распутин, совершенно безумный человек, с совершенно безумной биографией, тем не менее, мог остановить кровотечение, то, за что не брались тогда врачи. Да и сегодня врачи, в принципе, не возьмутся, насколько я понимаю. Не возьмутся по одной простой причине, что лейкемия есть лейкемия. Лейкемию сегодня лечат химическими препаратами. Вы знаете, могу возразить по этому поводу. Я знаю двух человек, ну, на моей, так сказать, у одного я был. Это Джан оф Гад, это целитель, это всемирно известный медиум и целитель. И, вы знаете, был очень такой человек известный, известный очень и очень многим. У него было сотни тысяч буквально почитателей и последователей. Этого человека звали Вейн Дайер. Это был очень и очень спиричал человек, это был учитель, с большой буквы учитель. И вот он заболел лейкемией. И когда врачи, которые попытались что-то такое сделать, ну, а он человек, который разбирался и понимал, в общем-то, свою жизнь, понимал, что с ним происходит. И чем это может закончиться? Вы хотите что-то, или я могу... Нет, 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 я просто, да. Да, так вот, если мы продолжаем, он, ну, так сказать, люди, те, кто были вокруг него и знали об этом, а он вообще не знал про Джан оф Гад, о том, что этот медиум в Бразилии, он живет. Несмотря на то, что он всемирно известен, но тем не менее, он, так сказать, известен только определенной группе людей, хотя их достаточно много, 25 миллионов человек побывало за 50 лет в этом госпитале. И ему посоветовали обратиться к Джан оф Гад. Ну, и Джан оф Гад сказали, поскольку, в принципе, он предоставляет свое тело, он, как бы, считается духом. И он начал работать. Он начал работать с Вейн Дайер, и потом Вейн Дайер давал интервью, и он говорит, ну, вот я 40, там, с чем-то, 45 лет занимаюсь такими вещами. Я объясняю, я обучаю людей, я знаю, как надо жить, я у меня... Но я не мог себе представить, что человек, который находится от меня на расстоянии десятков тысяч миль, мог бы со мной работать на расстоянии и будет меня лечить. Более того, ну, он его вылечил. Как ни крути, ну, врачи так сказали. Он умер, да, он умер. Он умер совсем недавно. Но что интересно, когда его... Когда было вскрытие, и когда врачи посмотрели, определили, что он не умер от лейкемии. То есть, там шансов-то не было, на самом деле. Врачи шансов ему не дали. То есть, получается, он его вылечил. А он просто ушел, он ушел во сне, и его близкие знают, он не страдал совершенно. То есть, он был, как бы, здоровым человеком, он продолжал работать. Ну, время, наверное, он посчитал, оно прошло. Это первый человек. Второй человек, как-то неудобно об этом говорить, поскольку он в прошлый раз сидел в соседней комнате, сейчас он не сидит в соседней комнате, поскольку, вот, наверное, вот все слушают программы, там вот это наши программы, особенно, конечно, американцы. И удивительным образом одна, так сказать, ну, не знаю, одна из его пациентов или клиентов, пациентов, трудно звать, он все-таки не доктор. Так вот, она его была клиенткой, и он ее вылечил. А сама она тоже доктор, и она работала, работает в госпитале, я не помню, по-моему, это в Орегон. И там правит какой-то частный госпиталь. И там 80 человек, которые, вот, все обслуживающие персоналы, включая и врачи, и то вокруг этого, всего этого, и пациенты. И когда она рассказала, естественно, во-первых, это медицинское учреждение. То есть в медицинском учреждении мы же какие-то вот эти вот непонятные восточные методики, вот эти непонятные энергии, измеряющиеся в совсем других единицах, и вообще ничего не понятно. Только они об этом там не знают, да, как бы, да? Да, да, они, конечно, об этом не знают. То есть это не принимается ни в коем мере. И мы не можем говорить о том, что что бы то ни было, оно лечит, поскольку мы знаем о том, что вот там, где мы находимся, здесь мы живем, у нас лечит только медицинским путем. Это или химия, или радиация. Ну и какие-то там еще другие производные от всего этого. Так вот, его, она получила каким-то образом, не знаю как, она получила добро на то, что его надо туда привезти. И вот он туда полетел, сегодня он возвращается. И то, что я читаю, допустим, на интернете, то, что там все пишут, просто невероятные вещи там происходят. Поэтому, как бы, еще раз, вот я пространную вот эту речь о том, что вроде бы как не лечится, оно лечится. Вопрос заключается в другом, как к этому относиться, как верю, не верю. Это, вообще-то говоря, из 25 миллионов человек, которые посетили госпиталь Джан-Овгат, причем это госпиталь не госпиталь, это духовный госпиталь, то есть там никого не режут. Но 2,5 миллиона, то есть всего 10%, хотя эта цифра огромная, это процент очень большой. Все-таки, по той статистике, которая все-таки ведется, они были вылечены. Но все-таки есть же причина, почему 20 с лишним миллионов все-таки не были вылечены. Именно вот речь идет об этом госпиталь. Субтитры создавал DimaTorzok